Процесс подготовки к поездке на автобусе. Все внимательным образом считают мелочь. Я не уеду из него. Произошло это уже ограбление практически на ходу. Вот лицо грабителя. Интерпол, мы знаем, кто это был. Десятки у них точно такие, как наши. Абсолютно. То есть все считают... Как уехать? Причерный рубль ботов 3 дня точно не больше. Ру. 25 Bayern точно не больше. Юра, когда ты ездил на автобусе? Последний раз? Не в Буэнос-Айресе. Комудки, очень давно. Лена, когда ты ездила на автобусе? Надаша, когда я ездила на автобусе? Это было в другой жизни. когда после раз есть на автобусе москве да понятно девушки который раз ездили на автобусе кто-нибудь маски по трирас полных когда я ездил на автобусе тогда ты ездила с автобусе я-то собирают честно говоря не помню к то я ездил на автобусе последний раз кратчайший срок по итогам опроса это семь месяцев со времени последней поездки на автобусе москве Катя Голубец, она помнит, что она ездила 7 месяцев назад. Только Катя Голубец помнит, как она ездила на автобусе. Как ездить на автобусе? Ездить на автобусе. Я говорю, как? Не, не едет. Сминется, вы же поверили, что едет на автобусе. Я спрашиваю, как ездить на автобусе? Кто там знает? Сил и поехал. Катюшка, понимаешь, Катюх, ты у нас единственный эксперт по автобусам. Ты у нас оказался единственным экспертом по автобусам, который помнит, когда он ездил. Ребята, это незабываемое ощущение. Так, сорвалась наша поездка на автобусе. Люди годами не ездили, хотели в кое-ве века проехать на автобусе. Почувствуют себя Катюшей, которая 7 месяцев назад ездила на автобусе. В итоге идем пешком, потому что местные автобусы ходят неизвестно как. Местные автобусы как настоящий Архентинский. Водитель 37-го автобуса сказал, что надо ехать на красном автобусе. А водитель красного автобуса сказал, что надо ехать на 37-м автобусе. Мы продолжаем наш великий пешеходный переход. Хочу сказать, что Сколла Танган-Сити дает неплохую физическую подготовку. Потому что это не группа, это какие-то пешеходные маньяки. Это такое красивое место. Под пальмой. Медленнее. Медленно. И печально. И на последнем виде, я считаю, 1, 2, 3 пальмы. Пальм. Опять сначала, подожди, раз. Ты же уже смазал. Медленно. Медленно. В финале надо считать. Такой красивый вид. Медленно. Медленно. Нет, мы идем дальше, мы не отдыхаем. Я просто схватилась и понимаю, что я отпущу, я уходу вниз. Это наши замыкающие. Не замыкающие, пионеры-герои просто. Пойдемте, пойдемте. Вот в таком экстатическом месте мы идем. Я не знаю, виден ли вам этот странный цвет этой реки. Ой, чёрнки, это не чистота такая. Река, кстати, до горизонта. Она не желтая, она какая-то. Какого-то песочного цвета. А это... Клуб аргентинских рыбаков. А для каждого приема имеет какой-то золотенок. Это там что-то типа интересно. Она очень грязная. Но это же вода! Это наш маленький загородный домик, Танка-Сити. Ребят, сюда первый день чего? Весны или осени? Осень или весны? Весны. А что, повторите вопрос, пожалуйста. Сегодня какой первый день? Осень или весны? В Аргентине осени. У нас в России всегда весна. Не, неправильный ответ. В Танка-Сити всегда что? Весна. Лето. Лето, Таня знает. Таня, переезжай в Москву. В Танке всегда бухмо. Алан. И жратва. И лето. И счастье. У нас уже в старшей группе народ возмущается, когда в прерыве нет шампанского. И они говорят, вы не поняли, мы пришли куда, понимаешь? Почему нет шампанского? Мы в Танка-Сити или в другой школе, да? Или в какой-то плохой другой школе. Мы забраться в Алькаду, а потом забраться в Алькаду. Еще горлышко. И тогда все получается удобно. Да ладно. Да ладно, мы сейчас с Вовкой попробуем. Мы очень удобно. Что там тяжелая жизнь? Алан, что там про тяжелую жизнь? Все купаются, да? Так, это спортивно. Нужно, понимаете ли, заниматься с удовольствием. Пустите, распустите! Ленуська! Лен, еще раз! Первый день весны в Танка-Сити! Красиво, да, Вов? Смотри, пальмы так, до ветру. Смотри, пальмы так, до ветру. Ленуська! Ленуська! Продолжение следует... Продолжение следует...